Меня зовут Александр Попа. Я заведующий отделением химиотерапии гемобластозов. В этом отделении лечатся дети с острыми лейкозами, различными лейкозами, и лимфобластным, и миелоидным, как с впервые выявленными заболеваниями, так и с рецидивами. Также лечатся больные с различными лимфомами, также с рецидивами и с впервые выявленными заболеваниями, и пациенты с опухолями головного мозга. Отделение занимается этой патологией с 1976 года. Для лечения детей с лимфомами и лейкозами мы применяем протоколы, международные протоколы, которые были разработаны в Германии. Это BFM-протокол. Он используется практически во всем мире, в Европе, практически на территории всей Европы. Больные с опухолями ЦНС лечатся с опухолями головного мозга, лечатся у нас по также международным протоколам, американским протоколам. Результаты лечения для детей с впервые выявленными лимфобластными лейкозами выживаемость составляет 87%. Для детей с миелоидными лейкозами выживаемость составляет сейчас 70%. Для детей с опухолями головного мозга от 50 до 65%. В нашем отделении пациентам проводится только химиотерапия. Для детей с лимфомами мы проводим только биопсию, то есть берется кусочек опухоли для того, чтобы поставить диагноз. Но полностью больные не нуждаются в хирургическом лечении. Так же, как и больные с лейкозами и опухолями головного мозга. Обычно хирургический этап лечения у больных с опухолями головного мозга проводится в другом институте, там, где есть нейрохирургия. В нашем отделении нейрохирургии нет, проводится только химиотерапия. Пациентам, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, аллогенной или аутотрансплантации, они переводятся в другое отделение трансплантации костного мозга, с которым мы очень тесно работаем. Это наш один отдел. И пациент готовится в нашем отделении к трансплантации костного мозга. И уже непосредственно на саму процедуру, на высокодозную химиотерапию, переводится в отделение трансплантации костного мозга. Мы обсуждаем пациентов, которым планируется трансплантация костного мозга с самого начала, с самого их поступления. Это больные с рецидивами острого лимфобластного лейкоза, с рецидивами острого миелоидного лейкоза. Часть больных с острым миелоидным лейкозом, впервые выявленным, тоже нуждается в трансплантации костного мозга во время первой ремиссии. И как только пациент поступает к нам в отделение, мы сразу обсуждаем с первого дня, когда мы получаем все результаты обследования, и ответ на первичную химиотерапию, мы сразу обсуждаем вопрос о проведении трансплантации костного мозга. Нужно, не нужно. Если нужно, мы сразу решаем, в какое время мы планируем будет трансплантация костного мозга. А не так, что мы провели химиотерапию, а дальше как получится. То есть мы этого больного планируем на трансплантацию, и идет он на трансплантацию именно в то время, когда больному это необходимо. Когда пациент приезжает к нам для госпитализации, для лечения, он обычно приезжает с кем-то из сопровождающих. Обычно, конечно, это кто-то из родителей, или мама, или папа. Иногда это бабушка, но это не имеет значения, кто сопровождающий человек всегда остается с ребенком. Мы никогда не разлучаем родителей и ребенка. Они остаются здесь, в этом же боксе, где лежит пациент, и помогают и ухаживать за ребенком, и создают определенную атмосферу для ребенка, чтобы ему было легче переносить химиотерапию, и он не оставался один. Продолжительность основного лечения довольно длительная. Зависит, конечно, от того заболевания, которое диагностируется у ребенка. Больные с лимфобластным лейкозом требуют лечения около 8 месяцев. Больные с миелоидным лейкозом около 6 месяцев. Больные с опухолями ЦНС от 6 до 8 месяцев. В зависимости от того, какая стадия заболевания и сколько нужно проводить курсов химиотерапии и лучевой терапии. Больные с лейкозами и лимфомами требуют практически постоянной госпитализации от начала лечения до окончания. Больные с опухолями головного мозга, у них бывает перерыв после проведенной лучевой терапии. Обычный интервал месяц для того, чтобы избежать осложнений, которые могут возникнуть при химиотерапии, если ее начать сразу же после лучевой терапии. Поэтому интервал месяц после окончания лучевой терапии, потом пациент приезжает и уже лечится, получает химиотерапию практически тоже без перерыва. Я Евгений Майборода, занимаюсь медицинским ассистансом и являюсь представителем клиники. Хотел бы рассказать, каким образом пациенты попадают в клинику, особенно зарубежные пациенты. В первую очередь мы оцениваем документацию и первичные диагнозы, получая документацию в электронном виде. Документация должна быть переведена на русский язык, делается оценка необходимости и возможности лечения. Если клиника может помочь такого пациенту, то составляется медицинская программа для этого пациента и делается стоимость этого лечения и сроки. После этого мы предлагаем пациенту оплатить стоимость и приглашаем его на лечение. Мы обеспечиваем трансфер при необходимости, обеспечиваем, если нужно, проживание родственников вне территории клиники и возможность в случае прерыва лечения, то есть этапности каким-то, нахождения родственников пациентов вне территории клиники до момента повторного этапа. Мы встречаем пациента в аэропорту, обеспечиваем транспорт из аэропорта города Москвы до клиники и после окончания лечения обеспечиваем транспорт от клиники до аэропорта города Москвы. При необходимости можем предоставить переводчика. Добрый день, меня зовут Георгий Минткевич, я являюсь заместителем директора Института детской онкологии по научной и лечебной работе и по совместительству возглавляю отдел химиотерапии гемобластозов с группой опухоли ЦНС и отделение трансплантации костного мозга. Вначале несколько слов о нашем институте. Институт детской онкологии локализуется в Москве. Это самое старое, самое крупное детское онкологическое учреждение в Российской Федерации. Ежедневно здесь проходит лечение 150 детей с онкологическими заболеваниями, которые приезжают к нам из всех регионов Российской Федерации. Раньше это было из всех регионов Советского Союза. Ну и также приезжают пациенты на лечение из других стран. Надо сказать, что институт является частью онкологического центра. И онкологический центр – это также существенный сегмент истории медицины в Российской Федерации. Крупнейший онкологический центр. Вы увидите это, исходя из следующих репортажей и тех съемок, которые будут сделаны. Это дает очень большое преимущество нашему институту, институту детской онкологии, потому что в процессе всей нашей работы мы можем использовать мощности не только института детской онкологии, но и мощности всего колоссального онкологического центра, в котором имеется, кроме нашего института, еще четыре других института. Это клиническая онкология, экспериментальная радиология, фундаментальных исследований. То есть это говорит о том, что на сегодняшний момент абсолютно все современные технологии, которые могут быть использованы в лечении детей с онкологическими заболеваниями, в онкоцентре и в институте детской онкологии присутствуют. Мы можем делать самые сложные операции, мы можем проводить самую сложную химиотерапию, проводятся все виды лучевой терапии и делается трансплантация стволовых клеток. И на трансплантацию стволовых клеток к нам реально приезжают пациенты из многих стран и из других регионов Российской Федерации. Почему? Потому что у нас одно из первых отделений трансплантации костного мозга в Российской Федерации. Оно открыто было в 1991 году. Отделение располагает колоссальным опытом проведения как аллогенных, так или аутотрансплантаций. При всех заболеваниях, как при злокачественных, так и при доброкачественных заболеваниях. При этом в течение последних 20 лет у нас разработана методика проведения родственной несовместимой трансплантации или частично совместимой трансплантации от несовместимого донора, то есть от родителей. На самом деле это одна из очень серьезных проблем трансплантологии, когда пациент нуждается в трансплантации костного мозга, ребенок с острым лейкозом, а донора в семье совместимого нет. В этой ситуации необходимо обращение в регистр применения каких-то ультрасовременных технологий по очистке, по селекции, манипуляции. Надо сказать, что с 2001 года у нас разрабатывается методика трансплантации костного мозга нашим пациентам от родителей, которые на 50% несовместимы с ребенком. Это очень важный момент, с одной стороны, потому что мы не теряем время на поиск донора, мы делаем трансплантацию тогда, когда это нужно пациенту. Не тогда, когда находится донор, подготавливается история, он может быть найден в другой стране, он должен обследоваться, он может отказаться, будет повторный поиск, уходит 2-3 месяца. Это стоит больших денег, мы можем делать трансплантацию и решать этот вопрос в течение 2-3 недель, потому что мы все равно должны обследовать донора на инфекции и на какие-то другие состояния, но тем не менее это позволяет нам сделать. И сейчас мы уже располагаем очень большим опытом, который говорит о том, что вот этот вид трансплантации, он абсолютно конкурентно способен с любым другим видом трансплантации, которая делается из регистрации, вместимого донора и так далее, и так далее. И мы имеем уже отдаленные результаты, и мы говорим о том, что больные дети не только излечиваются от тяжелого варианта лейкоза. Соответственно, с 2001 года мы начали разработку трансплантации стволовых клеток от родителей. При этом мы прекрасно понимали, что совместимость донора и реципиента составляет обычно около 50%. С точки зрения того времени и тех, скажем так, положений и догм считалось, что такой вид трансплантации невозможен. Но конкретные ситуации с пациентами, они, в общем-то, иногда докторов и исследователей заставляют делать вещи в попытке спасти пациентов, которые, в принципе, раньше не делались. Поэтому мы разработали эту методику. Она достаточно эффективна. В настоящее время уже большими рандомизированными исследованиями, проведенными в США и в Европе, показано, что этот вид трансплантации абсолютно допустим. И дает точно такие же варианты, как самые другие современные подходы трансплантации от донора из регистра, трансплантации с манипуляцией стволовых клеток и так далее. И существует очень много вариантов трансплантации. В чем преимущество той методики, о которой я говорю, трансплантация частично совместимого донора, соответственно, от родителей, в том, что донор в 99% всегда на месте. Он есть. Родители всегда очень мотивированы быть донором, потому что, как правило, плох тот родитель, который не готов сделать все для своего ребенка. И это позволяет нам сделать трансплантацию очень быстро, в течение двух-трех недель от момента принятия решения. Это очень важный момент, особенно когда мы говорим о пациентах с неблагоприятными вариантами лейкоза. Там невозможно, очень часто бывает, ждать 2-3 месяца, 4 месяца на разработку более сложных технологий и на поиск донора. Поэтому, собственно говоря, вот это, я считаю, очень важным моментом нашей деятельности. Очень хорошие результаты у нас получены при лечении детей с опухольми ЦНС. Это форма медалобластомы. Это опухоль чувствительной химиотерапии. И на сегодняшний момент, на сегодняшний момент в нашей клинике уже прослежены больные в течение 5-7 лет. И при практически любом варианте медалобластомы применение двойной трансплантации или в некоторых случаях тройной трансплантации стволовой высокодозной химиотерапии с поддержкой своими клетками приводит к выздоровлению в 70% случаев. И надо сказать, что это также одни из лучших результатов, которые на сегодняшний момент мы видим по данным литературы и видим в других клиниках. То есть, в принципе, применяется определенное сочетание химиопрепаратов, которые хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер. У нас пролично в течение последних 10 лет и прослежено больше сотни больных. То есть, мы уже знаем отдаленные последствия лечения. Ну и, в общем-то, это является одним из наших приоритетных направлений. Редко, но бывают пациенты с рецидивами лимфомы Ходжкина. Также существует у нас программа лечения больных с рецидивами лимфомы Ходжкина. Проведена большая работа с хорошими результатами и так далее. То есть, можно говорить, что на сегодняшний момент, в тех случаях, когда в мире могут помочь пациенту, ребенку с онкологическими заболеваниями, наша клиника является на том стандарте и на передовой, который соответствует этим мировым стандартам и возможностям. Да, конечно, детская онкология излечивается не всегда. Это однозначно. Я думаю, что через 20-30 лет над нами будет смеяться. Так как не смеяться, а сожалеть, что мы лечили больных именно так. Но это медицинский прогресс. Сегодня мы говорим о том состоянии дел, которое в медицине присутствует. Вот, поэтому вот эти основные моменты, если говорить о трансплантации, на которых я хотел бы остановиться. Ну, безусловно, в России серьезно относятся к развитию медицины и к развитию в том числе детской онкологии. Поэтому мы смотрим в будущее с оптимизмом в том направлении, что заканчивается строительство нового здания Института детской онкологии. Это современный корпус. Количество коек и возможностей будет увеличено на 50%. Отделение трансплантации будет увеличено в 4 раза. То есть фактически государство, Министерство здравоохранения понимает вектор развития медицины и вектор развития детской онкологии. Мы с нетерпением ждем этого момента. Ориентировочно в первую половину следующего года будет осуществлен переезд в новое здание. Условия там будут лучше, количество коек будет больше. Персонал, мы надеемся, останется такой же квалифицированный и еще какое-то время поработает на благо наших пациентов. И мне хотелось бы еще добавить, что в лечении детей с онкологическими заболеваниями в подавляющем большинстве случаев принимает участие очень много разных специалистов. Потому что лечение не делается за неделю, за 10 дней, за месяц, за два и за три. Существуют разные этапы в разных клиниках, разная преемственность. Поэтому, с моей точки зрения, из нашего очень большого опыта работы с регионами российскими, с другими клиниками, очень важно иметь хороший контакт с лечащими врачами, на плечи которых, в общем-то, вложится основная работа. Основная работа. Вот если мы берем пациента с любым заболеванием детским, онкологическим, он поступает к своему врачу, ему проводится диагностика, ему проводится установка диагноза, выработка тактики и так далее, и так далее. Да, не во всех местах все можно сделать, и так же это относится к нам. Но мы должны быть в очень хорошем контакте с нашими лечащими врачами. Почему? Потому что это делается для блага ребенка. Надо выбирать очень правильную тактику с тем, чтобы операция была в нужное время, если нужна лучевая терапия в нужное время, если нужна трансплантация, она должна делаться в нужное время и в определенном статусе пациента. То есть, фактически, мы говорим для каждой нозологической формы в детской онкологии о программах лечения, в которых каждый из специалистов выполняет свою часть. И, безусловно, мы были бы крайне заинтересованы и считаем, что это полезно во всех случаях. Мы это с удовольствием приветствуем и готовы в этом участвовать и делать. Это обсуждать с врачами все программы лечения для того, чтобы пациенты получили максимально эффективные и максимально большие шансы на выздоровление. Вот что мне хотелось бы сказать. Мы это приветствуем и с удовольствием вы в этом участвуете. Мы находимся в отделении обработки криоконсервирования и хранения стволовых гемопоэтических клеток. Непосредственно вот это помещение – это сам банк, где хранятся стволовые клетки. До того, как они сюда попадают, они обрабатываются. То есть выделяются непосредственно стволовые клетки, где обновляется специальное вещество, которое предохраняет эти клетки от повреждения при низких температурах. Потом эти клетки замораживаются по специальной программе 1-2 часа минуты и через определенное время переносят на постоянное хранение. Клетки могут храниться в разные сроки. Самое длительное, то, что мы доставали и проверяли на же способности этих клеток, это был 30-летний костный мозг. Эти клетки потом непосредственно идут для трансплантации в клинические отделения, возрастное и детское. Емопоэтические стволовые клетки – это общее название стволовых клеток. Источниками их могут быть костный мозг, периферическая кровь и поповинтая кровь. Это хранилище, биохранилище, они поддерживают, тут в них заметно жидкий азот. Температура жидкого азота – 196 градусов. Он жидкий, но он парен. Они своеобразные термосы, то есть они защищают и поддерживают. При таком низкой температуре хранятся именно стволовые клетки, что позволяет их хранить очень долгое время. Русские федерации Налазимо се у Москви у други дан у оквиру 10-дневної посети Русской Федерации. Данас се налазимо на Институту за оболјение хематологије, онкологије, дјаће болести и оболјение централног дневног система. Данас смо радили репортажу на наведеном институту, гје смо обишли диагностићке, лабораторијске, трансплантацијске сале, обавили разговоре с водећим професорима ове клинике у цилју измјештанња пацијаната како из Босни и Херцеговне, тако из региона, болје речено Балкана. Подписан је данас уговор са Институтом за оболјение централног дневног система, онкологије и дјаће хематологије. У оквиру тог споразума, пацијенти из Босни и Херцеговне и Балкана биће измјештани у ову установу преко удружења Мали људи, Мали људи великог срца. Мали људи великог срца. Мали људи великог срца.